Несрин Джавадзаде Местом рождения стал город Баку, столица Азербайджана. Несрин родилась 30 июля 1982 года. По знаку зодиака – лев. Ее дед Мирмамед Джавадзаде был ученым от медицины и имел звание академика. Ее бабушка – педиатр. Отец оставил семью, когда малышка еще не ходила в школу. Мама Несрин, Фериде Джавадзаде, по профессии тоже врач-педиатр. Она очень выносливая и смелая женщина. Несмотря на множество трудностей, которые Фериде пришлось преодолеть в своей жизни, она никогда не теряла женственности. У нее мягкий и нежный характер. Поскольку она педиатр, помощь детям занимает центральное место в ее жизни. Сострадание делает ее невероятно могущественной. С распадом СССР семья выехала на постоянное место жительства в Стамбул. Кстати, после переезда Несрин научилась плавать. Далее девочка училась в школе, одновременно постигая турецкий язык и привыкая к новому месту. В мечтах она видела себя на телеэкране, поэтому в старших классах посещала театральные курсы и участвовала в школьных постановках. Образование свое продолжила в университете Мармара, выбрав факультет телевидения и кино. Ее специальность – режиссура. Во время учебы проявляла настойчивость и целеустремленность. Она делала все, чтобы быть лучшей и строила большие планы своего будущего. Учеба в университете показала, что девушка на правильном пути. Несрин понимала, что занимается своим делом. На последних курсах увлеклась документальным кино. Сняла пять короткометражек, которые участвовали в международных конкурсах. После окончания университета два года изучала актерское мастерство в студии Шахики Текант. Завершив образование, Несрин начинает посещать кастинги, чтобы получить роль в кино. В фильме «Прогулка по воде», появившемся в 2004 году, она сыграла свою первую роль жены Абу Ибрагима. После выхода фильма в прокат девушку замечают. Ее приглашают сразу в несколько сериалов. Известность пришла после исполнения главной роли в фильме «Восемь дней Дилбер». Эта характерная роль позволила Несрин проявить свои актерские качества. Девушка все свободное время посвящает работе. В полной мере проявляются ее целеустремленность и амбициозность, а также желание быть лучшей актрисой. В 2010 году еще большую популярность и известность не только в стране, но и за рубежом ей приносит роль в сериале «Красная косынка». Позже она снимается в американском сериале «Легенды» на одной площадке с актером Шоном Бином. Затем следует главная роль в совместном испанско-аргентинском сериале «Раскрытие». Несрин приглашают и в азербайджанский проект о писателе Исмаиле Шехлы. Среди последних работ зрителям запомнилась Шахика в сериале «Запретный плод». В 2021 году Несрин снимается в фильме «Джимиль Шоу» в роли Бурджу. Фильм сначала был показан на кинофестивале, а в начале ноября 2021-го вышел в турецкий кинопрокат. В сериале «Три Куруша» турецкая актриса исполняет главную роль. Ее персонаж Бахар – дочь главного мафиози Низиха, который собирается насильно выдать ее замуж. Чтобы противостоять отцу, Бахар идет на сделку с Карталом, роль которого исполняет Ураской Глараглу. Также в главных ролях в этом сериале задействованы известные актеры Икин Коч и Аслыхан Малбара. Несрин – красивая и эффектная женщина. Она уделяет много времени поддержанию своего физического здоровья. Журналисты делают вывод, что салоны красоты Несрин посещает достаточно часто. Однако она не любит косметику. Считает, что может только навредить себе, если будет ее пользоваться. Актриса уверяет завистников и журналистов, что никогда не делала пластических операций. Кроме фитнеса, которым она занимается на протяжении 10 лет, девушка использует консервативный метод поддержания хорошего состояния кожи – криотерапию. Еще она увлекается теннисом и верховой ездой. На красной дорожке кинозвезда с удовольствием показывает свою идеальную фигуру. Актриса отмечает, что на самом деле похудеть ей помогают регулярные занятия пилатесом и спортивная ходьба. Несрин отказалась от продуктов, содержащих глютен. Она не ест хлеб и другие мучные изделия и уже не вспомнит, когда в последний раз ела макароны. Иногда она не может устоять при виде шоколада. В ее жизни был двухлетний период, когда она ела только рыбу. Но во время тренировок были признаки слабости, белка было недостаточно. Поэтому она снова начала есть мясо. В свободное время Джавадзаде занимается балетом. Она путешествует и досуг часто проводит на природе. Актриса не очень любит ночную жизнь, да и вообще находиться на улице ночью. Ей больше нравится видеть лица при свете. Она уделяет много внимания своим питомцам, домашним кошкам, создавая для них все необходимые условия. В инстаграме Несрин очень часто выкладывает снимки со своим рыжим любимцем. Ее черты характера энергичные, напористые, естественные и искренние. Также актриса стремится поддерживать значимые и глубокие отношения с родственниками. Она считает, что в каждой работе есть что-то хорошее. Актриса выключает телефон на несколько дней, когда чувствует себя слишком неуверенно. В таких случаях она либо лежит в постели и плачет по три дня, или записывается на тренировку по боксу, чтобы избить боксерскую грушу. Несрин считает себя добрым человеком, но в некоторых моментах чувствует себя слишком сильной. При этом у нее создается впечатление, что она все может сделать сама. Если говорить о взглядах на жизнь, то с возрастом она все меньше заботится о том, что о ней думают люди. Принимает себя со всеми недостатками и достоинствами. В ее планах на будущее продолжать сниматься в кино. Ей хочется сняться в популярном фильме типа «Реджеп и Ведик». Кроме того, Несрин мечтает о главной роли в паре с Киванчем Татлытугом. Своей любимой актрисой она считает Пенелопу Круз. Рост Несрин Джавадзаде составляет 169 сантиметров, вес на уровне 57 килограммов. Цвет ее волос светло-каштановый, а глаз карий. В середине лета 2022 года актриса отметит свое 40-летие. Несрин ведет живое общение в соцсетях. В Инстаграме число подписчиков приближается к 3 миллионам. Также есть аккаунты в Фейсбуке и Твиттере. Странички ВКонтакте у Несрин нет. Однако есть открытая группа поклонников из России. Что касается личной жизни, то, отвечая на вопросы корреспондента издания «Хабир» в 2018 году, Несрин заявила, что мечтает о браке и большой семье. Она объявила, что хочет иметь семерых детей. В том же году журналисты канала «Новостей» высказали предположения о романтических отношениях Несрин Жавадзаде и Бурака Дениза. Их где-то сфотографировали вездесущие папарацци. Роман подтвердили коллеги по съемочной площадке. Однако сами актеры оставили это событие без комментариев. На съемках сериала «Запретный плод» Несрин познакомилась с актером Гекханом Алканом, исполнявшим главную роль. Молодые люди играли влюбленных. Эти чувства незаметно проявились и в реальной жизни. Алкан входит в интернет-двадцатку самых красивых мужчин. У него серьезное намерение. Он уже успел познакомить своих родных с Несрин. На совместном обеде в сентябре 2020 года собрались обе семьи. Гекхан торжественно предложил Несрин свою руку и сердце. На это влюбленная девушка восторженно ответила «Да». После этого в Инстаграме и у Несрин, и у Гекхана одновременно появились фотографии счастливой влюбленной пары. Затем в интервью Несрин заявила, что в ее планах рождения ребенка. Она не будет затягивать с этим и сразу после свадьбы мечтает стать мамой. А недавно появилось новое сообщение, что свадьба планируется по окончании пандемии. И вот, судя по последним новостям, парные фотографии из Инстаграм Несрин удалены. У Гекхана они еще сохранились. Но ходят упорные слухи, что Несрин, Жавадзады и Гекхан Алкан расстались. Некоторые объясняют это тем, что Гекхан сейчас работает в Газиантепе, а Несрин снимается в сериале «Трикуруша», который закончится не ранее лета 2022 года. Другие считают, что все-таки любовь ушла. Сейчас девушка усиленно занимается спортом и нечасто появляется на светских вечеринках. Далее фильмы с участием Несрин Джавадзады. 2021 год. Сериал «Трикуруша» «Бахар». 2021 год. Фильм «Джамиль Шоу» «Бурджу». 2020 год. Сериал «Мы встретились в Стамбуле» «Мелиса». 2020 год. Фильм «Любовь любит случайности 2» «Дефне». 2018 год. Сериал «Запретный плод» «Шахика Экенджи». 2018 год. Фильм «Эль Дезентиерро» «Тиера». 2017 год. Сериал «Наша история» «Тюляй». 2017 год. Сериал «Фичи-Пи» «Алара». 2016 год. Сериал «Печать столетия Чанак-Кале» «Айше». 2016 год. Сериал «Зимнее солнце» «Эфрус». 2015 год. Фильм «Последняя запись» «Нихаль». 2014 год. Фильм «Песня моей матери» «Зейнеп». 2014 год. Сериал «Маленький начальник» «Башак». 2014 год. Фильм «Ягненок» «Медине». 2014 год. Сериал «Легенды» «Джамиля». 2013 год. Фильм «День интервью для женщин» «Тюльпан». 2013 год. Короткометражка «Глубокий вдох» «Назлы». 2012 год. Сериал «Тяжелый роман» «Новый свет» «Коралл Эйла». 2012 год. Фильм «Грядут хорошие дни» «Анна». 2011 год. Сериал «Красная косынка» «Айша». 2011 год. Фильм «Огонь» «Азия». 2009 год. Сериал «Млечный путь» «Мелек». 2009 год. Фильм «Боль». 2008 год. Фильм «Восемь дней Дилбера» «Дилбер». 2008 год. Фильм «Рынок. Торговые сказки» «Эджзаджи». 2008 год. Фильм «Мой Марлон» и «Брандо» «Дерья». 2007 год. Сериал «Бездомный» «Суна». 2004 год. Фильм «Прогулки по воде» «Жена Абу-Ибрагима». 2007 год. «Фильм «Ябрагима». 2009 год. 2010 год. «Басте времена». Продолжение следует...